Слабый доллар США не в силах противостоять азиатскому конкуренту – японской иене. Волатильность на валютном рынке в паре доллар и иена сильная, что говорит об ожиданиях президентских выборов США, а также макроэкономических событий страны восходящего солнца. Вчера, как и прогнозировали аналитики, доллар США вырос против японской иены до уровня 105.20. Правда, они предполагали, что пара продолжит свой рост. Но этого не произошло, так как трейдеры переключились на предстоящие президентские выборы в США. Помимо этого, японская иена укрепляется, несмотря на выступления главы Банка Японии Харухи Кукуроды, который отметил, что экономика страны все еще претерпевает не лучшие времена. Инфляция может достигнуть целевого уровня в 2% лишь в 2018 финансовом году, что не совпадает с заявлением господина Куруда неделей ранее, которое указало на возможность достижения целевого уровня инфляции в следующем году. Процентная ставка осталась на прежнем уровне минус 1,1%, как и ожидалось рынком. По прогнозам главы Банка Японии, курс монетарной политики не скоро продемонстрирует изменения. Подтвердил заявление о слабом экономическом росте показатель по деловой активности в производственном секторе за октябрь. Как свидетельствуют окончательные данные от Маркет, индекс деловой активности в производственном секторе в прошлом месяце вырос до 51,4 пункта по сравнению с ростом в сентябре до 51,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост индикатора до сентябрьского уровня. Однако эксперты отмечают, что результат по-прежнему указывает на рост экономического сектора, который произошел благодаря росту производства и новых заказов. Стоит отметить, что, скорее всего, японская иена будет продолжать оказывать сопротивление доллару США вплоть до 8 ноября. Однако, есть и другой важный фактор – процентная ставка ФРС, которая может удерживать господствующую мировую валюту от сильного падения против своих конкурентов, а то и вовсе способствовать росту американского доллара, если все макроэкономические показатели на этой неделе окажутся сильными.